Дети Азии Дети Азии Дети Азии Прозвучал гимн Японии И сейчас мы послушаем гимн Республики И потом Перейдем к составам играющих команд И сейчас мы послушаем гимн Республики 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 Ну что ж, прозвучали гимны и у нас все готово для начала проведения этой встречи. Напомним, что это матч между сборными Японии и Республики Саха-Якутия. У микрофона работают Власий Сергеев и Степан Посельский. Здравствуйте, добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые любители спорта. Конечно же, самое лучшее, конечно же, организаторы оставили на последний день. И сегодня у нас один из решающих матчей в футболе в рамках шестых игр Дети Азии. И, конечно же, очень любопытно будет посмотреть, как будет выглядеть сборная команда Республики Саха-Якутия на фоне больших мастеров, которые приехали из Японии. Именно они сейчас возглавляют нашу турнирную таблицу. У них 9 очков после трех матчей, то есть 100% результат они показали. В общей сложности забили 12 мячей и пропустили 3 всего. Вот такая у них статистика великолепная. Наша команда чуть скромнее, конечно, но 3 очка в запасе имеет. Да, очень сильно, конечно же, выступает у нас сборная Японии. И это заключительный матч, последний матч. Напомним, что участие принимает у нас 5 команд. И работаем мы по круговой системе. И это заключительная игра. Для японцев, конечно, дело чести будет сыграть хорошо, вне зависимости от того, что они уже обеспечили себе первое место. Ну что ж, перейдем к составам играющих команд. Начнем, так сказать, с команды гостей. И у нас сборная Японии. Икеда Рен, 24 номер, 26, Такашима Шинсуки, 27 номер, Накамура Юя, 28, Фукуда Шинносуки, 31 номер, Фунато Кадзуки, 29, Ямахо Рику, 32, Накамура Тоя, 21, Макаева Рен, 30, Камагава Хироя, 33, Хомма Йохей, и 34 номер, Сакашита Кейго. Да, и хозяева, команда Республики Саха, Якутия, Денис Анн, Никита Сорокин, 14, Даниэл Шефнер у нас защищает ворота, третий номер, Данил Донгаузер, четвертый номер, Семен Хомяков, пятый номер, Денис Анн, шестой, Алексей Лапин, седьмой номер, Кирилл Корольков, ну и в нападении у нас Вячеслав Зыков, девятый номер, и вот, да, Никита Сорокин, номер 14, и одиннца Александр Большунов. Знакомили мы вас с составом играющих команд, и у нас матч уже начался, и мы готовимся, нет, не угловой, а вбрасывание с аута. Ну, как вы поняли, Япония играет в красных футболках и черных шортах в Якутии, соответственно, в белых футболках и синих шортах. Да, у нас очень интересная ситуация в турнирной таблице, сейчас одинаковое количество очков имеет Дальневосточный федеральный округ и команда Кыргызстана. Ну, и в случае, конечно же, победы нашей команды, то у нашей команды тоже будет 6 очков, и обладатели серебряных и бронзовых медалей будут решаться по очным встречам. Подача с углового будет. Да, и японцы первыми исполнят этот стандарт. Юхей Хома, 33-й номер, с левой ноги навешивает в штрафную. Опасный момент, да. Удар! Удар в высший ворот, к счастью. Да, простили в этом эпизоде. Да, как-то непрежно, да, сыграли, не очень внимательно сыграли в штрафной. Мяч беспрепятственный, скажем, да, проник в штрафной. И вот там, в сутолике, к счастью, удалось мяч выбить. И удар у японцев получился неточный. Да, напоминаем мы вам, что по регламенту нашего соревнования юноши у нас играют 40 минут, а не 45, как мы привыкли. И внимательно мы будем наблюдать за двумя таймами и, конечно же, поддерживать наших ребят. Ну, тут атака правым флангом в сборной Японии захлебнулась. Будет вбрасывание с аута в пользу нашей сборной. На ход себе скидывал вингер правый. Ну, переоценил свои скоростные способности. Здесь неплохо, да, пяткой даже. Такой пас был. И отличная передача. Проникающая передача. И могло все закончиться сейчас плачевно. Ну что ж, тревожные звонки. Будем считать эти атаки как тревожный звоночек. Действительно, очень активно начинает команда Японии. Напомним, что она забила у нас 12 мячей. И трех пропущенных очень сильно играют японцы. Ну, посмотрим, что предложат им якутские футболисты. Отыгрываем назад. Дающие-то варианты наш защитник. Но тут напротив, да, очень яростно тут борется Такаши Машинсуки. И будет аут Якутия. Вячеслав Зыков, девятый номер, поборолся на фланге. И мяч купили за боковую линию японцы. Опа. И потеря на ровном месте, скажем. И выход один на один. Далековато, да, отпустил 32-й номер. Накамура Тойя не смог толком обработать этот мяч. Но это было очень опасно. И вот уже в дебите встречи за 4 сыгранных минут японцы уже 3 момента себе создали. И вот очередная атака. Смотрим. Очень техничные парни. Японцы, да. Очень здорово работает с мячом. Дальний удар. Ух ты, неточный. Выше ворот и чуть-чуть левее. А снова это Накамура Тойя. Да, высокий парень. А играет в нападении. Центрального нападающего. Он даже выше, чем оба наших центрального защитника, да? Да. Нужно внимательно следить за этим футболистом. Да, видели. Несмотря на такой высокий рост. Вроде горнодежки, наверное. Качество мы от него ожидали. Но техничное учение работает с мячом. Здорово обработал. Пробил тоже неплохо, зрячий. Бил в девятку. Чуть-чуть не получился удар. И опять начинает разыгрывать комбинацию японские футболисты. Еще один удар. Ну, пробует, да, пробует сейчас подступиться к воротам. Неплохо у них это получается. Якутия пока только в защите сейчас видна. Надо попробовать, конечно, зацепиться в чужой половине поля. Сразу решили разыграть наши футболисты. Да, без свистка разыграл мяч. Сейчас будет повтор. Ну да, конечно, не будет здесь подачи в штрафную. Разыгрывают якутяне. Здорово подставил корпус. Но положение вне игры зафиксировано. И сейчас сборная Японии разыграет мяч и начнет организовывать свою атаку. У японцев очень интересная действительно команда. Ребята все невысокие. И какая отличная передача сейчас на 29-го номера. Хорошо он вроде догнал мяч, но далековато отпустил. И защитник успел мяч у него отнять из фола. Хорошо. Надо выйти сейчас без ошибок. Хорошая передача на свободную зону, но успели защитники. Перекрыли. Да, мы видим, что исполнительское мастерство сборной Японии на очень высоком уровне. И атака. Ну да, вторым темпом будет сейчас работать команда Якутии. Попытаться надо сейчас обязательно провести атаку. Восаде оказался. Он на левый фланг. Расстрел, ну... Да. Не добежал до этого, до этой передачи. И мячом владеют японцы. Да, достаточно зрителей собралось. Поддерживают нашу команду. Да, болельщики очень громкие у нас. Очень активно поддерживают команду. Слышите выкрики. Вот тут Сакаши Дакейга. Здорово начинает вот эту вот комбинацию. Очень убедительно контролирует мяч японцы. И видим, как вот... Получается, да, по флангу сейчас. Еще один игрок. И здорово, как прошел вроде, но не хватило ему поля. Мяч вышел в аут. И от ворот сейчас пробьет вратарь. Это у нас, напомню, в воротах Шефнер Даниэль. Первый номер. Здорово ушел и пробить можно. Тут блокировали своевременно эту попытку. Якутия идет на контур-атаку. Зацепились неплохо на правый фланг. Ну вот, все, видите, да, чуть-чуть не хватает мастерства ребятам. То пас неточный, да, то неудобно обработать его. Много очень мастеровитых исполнителей в составе сборной Японии. Вы сами прекрасно видите, как они здорово раскатывают мяч. Хорошее видение поля у игроков средней линии Японии. Вот мы видим, вот подобные передачи, как раз-таки они делают. Выход один на один. И 1-0. 1-0, великолепный гол, отличная передача. Как разыграл, да, здесь здорово. Ну, из глубины, конечно же, было. То и Накамура, да, 32 номер. То и Накамура, великолепный гол. Ну и все к этому шло, это надо сказать. Да, конечно, наиграли японцы на один гол. Минимум уже 4-5 голевых моментов у них было. Вот какая передача, да, это защитник на выход нападающему. Передачу сделал. Обыграл нашего голкипера. И тут, конечно же, оставалось попасть по пустым воротам. Очень красивая, действительно, передача. И гол отличный. Да, Япония, конечно, вне конкуренции, скажем, здесь у нас на футбольном турнире. Да, вопросов к Даниэлю Шефнеру, конечно же, быть не может. Допустили наши защитники выйти один на один на Тойе Накамури. 32-ая минута, да? Сейчас разыграют японцы. И даже вратарь у них точная передача. Первый пас делает, да, у них вратарь. И здесь могла опасная ситуация возникнуть. Ну, поплотнее надо Якутии играть. Разряженная зона впереди. И раз за разом японские футболисты окажутся впереди защитников. Якутия мячом владеет сейчас. 12-ая минута у нас на табло. Играть еще достаточно много, долго еще. Да, и за оставшееся время нужно придумывать. Ну, вроде, да, сейчас точно подали, да, можно было скинуть. Ну, вот, игрок под номер 3, Данил Дангаузер, точно скинул. Японцы начинают свою атаку. И опять проникающая подача. Опять же, Тойя Накамура бежит. Очень здорово открывается этот парень. Бежит в свободные зоны. И ребятам остается только передачи сделать. Здорово все-таки пасуются японцы. Да, перепасовка отличная. Комбинации раз за разом, да? Ни одной бессмысленной, скажем, атаки. Очень все здорово действительно выглядит. Здесь хорошо отработали в защите. Тут же потеряли мяч. Подача вперед. Унадежда на Дангаузера. И еще одна подача. Да, как мы видим, все передачи японцев, они нацелены вперед. Нет таких пасов в сторону, назад, атакующие. Вот фаза у них идет просто вот очень стремительно, очень целенаправленно. Здорово работают японцы. Вот даже позволяет себе так в бальяжной играть. Тут врывается штрафное падение. Но судья не реагирует, можно играть. Да, мне кажется, там не было такой грубой игры, нарушения. Чисто такой игровой момент случился, да? Пытаются сейчас, наверное, вытянуть, наверное, на своей половине японцы, чтобы побольше было пространства впереди. Ну вот, пожалуй, за 13 минут первое такое неудачное действие японцев. Слепая передача пошла вперед. Тут же на подборе хорошо играют. И очередная атака разворачивается на левом фланге на вес. Мне даже, кажется, мне перескидывать пытался Сакашито Кейго. И сборная Якутии будет разыгрывать отворот. Сильным ударом в центр поля. Наверху вроде неплохо получается побороться, но никаких дивидендов это нам не приносит, да? Пока не видно, действительно, за счет чего команда Республики Саха может эту встречу вытащить, что называется, да? Пока лучше выглядит команда Японии. Ну вот, за счет самоотдачи, в первую очередь, да, физической готовности и желания. Да, и желание, конечно, можно побороться, навязать борьбу. Отворот показывает арбитр. Да, и пока что очень активно японцы используют левый фланг. Ну вот, сейчас пробуют они организовать атаку через центр. Тут не справился с обработкой мяча японец. Разыгрывают якутияне. Активные японцы в прессинге видим. И вот вновь проникающая передача была, но на сей раз она не прошла. Как уверенно, да, играют японцы. Не боятся даже защитникам такие передачи делать. Очень зрячие играют. Убирают. Удар. И удар в ближний угол. Тут Данил Шефнер без проблем с этим мячом разобрался. Но сам факт того, что атаки раз за разом, да, у них получаются. Да, японцы в нападении играют очень убедительно. Ну и в защите тоже, да. Таких ошибок мы не видим от них. Павиационно здорово играют. И подача, конечно. Для вратаря это все. И японцы начинают свою атаку. Тут же она прерывается. Ошибка. Тут маяка в арене. Александр Большунов. Был на фланге. Давай. Не получилось сейчас. Ударить поворотом. И плохая, надо сказать, атака получилась. Плохая. И можно было ее завершить ударом. Наверняка было бы взятие ворот. Ну вот. Что мы говорили. Желание, упорство. Борьба, борьба. Еще раз борьба. Ну вот вы сейчас прекрасно видели, что вратарь вверх идет. То есть абсолютно все игроки постоянно предлагают варианты. Даже вратарь сейчас пошел вверх, чтобы ему дали передачу. Но тут да, что у нас будет. Дважды успел. Какой молодец. Заслуженный аплодисмент. Ну у нас идет следующая волна. Атаки японцев здорово. Тут на дриблинге, конечно же, убрал нашего игрока. Вот, да, обратите внимание, да, на игру японцев. Практически все у них передачи нацелены вперед, нацелены на атаку. Нет бессмысленных передач назад или поперек или назад, да. Вот мы видим, все атаки у них нацелены на... Все передачи нацелены на атаку. Это, конечно, школа. Это в таком возрасте специально наигрывает, что называется, да. Если футболист постоянно дает передач назад или поперек, то... В общем, с этого футболиста ничего путного не получится, да. Вот мы видим, да, даже защитники. Вот и Голд-то тоже после передачи защитника был, да. Сразу на нападающего минули среднюю линию и отличную атаку провели. И вот следующая атака идет. Такаши Машинсуки. Кстати, да, говоря о передачах и вообще, да, о нацеленности, о том, зачем вообще играют в футбол, да. Говорили о том, что это беда нашего детского спорта, нашего детского футбола, потому что тактико-технические действия у нас постоянно считают. То есть брак, сколько брака. А на самом деле, если ты не рискуешь, то создавать что-то впереди. Очень сложно. И креативных футболистов у нас действительно очень мало. Дефицит. И видели мы это и на примере нашей команды сборной, да, на чемпионате Европы. Думаю, что это действительно системные, нужны перемены в нашем футболе. И вот даже на примере нашего турнира с вами, да, видели мы игру, скажем, сибирской команды, видели дальневосточников. Они поприличнее выглядели, да, кстати? Да. Пытались создавать, комбинировали, хорошие передачи, не без мысли играли. Ну, Сибирь, откровенно говоря, не очень здорово выглядит. А республика Саха-Якутия вот на протяжении вот 20 минут пока тоже в защите, но одна хорошая атака у нас была, да? Да, мы это прекрасно помним. Вот еще возможность, может быть, нет, но тут, конечно, разберутся японцы. Да, и как вы заметили, все игроки сборной Японии очень хорошо технически оснащены. Практически каждый игрок у нас на уровне работает двумя ногами. Игроки атакующей линии вообще очень уверенно обыгрывают наших ребят. Все очень юркие. И что нравится, очень общее движение команды, всей команды у Японии очень... Вся команда очень быстро двигается, постоянно вот как в мини-футболе, постоянно кто-то получил из партнеров мяч, и окружающие все его игроки начинают скрываться на свободные зоны. И контратака Якутии. Ну и передача, конечно. Своевременно покинул свои владения вратарь. Да, здорово выходит, да, из ворот вратарь японской команды. Раз за разом отводит груза от своих ворот и... Да, фол здесь. Напасная игра была. Япония разыграет. Вот как они пасуются. Вратарь у них тоже принимает участие в создании организации атаки. Ну вот мы видим, как мини-футболе раскатывают мяч японцы. Ну вот держат мяч японцы. Ищут лазейки средней линии. 23 минуты отыграли команды. И по-прежнему видим то, что значительно лучше у нас смотрятся японцы. Все-таки не зря они возглавляют турнирную таблицу и... Уже обеспечили себе золотые медали. Японцы в нападении. Сохранил мяч. Вот тут же потеря. Здорово на коротке тут перепасовались. И... Последняя передача не получилась. Но тут подскальзывается наш игрок. Опасно! Вновь... Обошлось. Здорово в последний момент подстраховал защитник. Вот мы видим повтор. Да. Самый последний момент. В подкате. Видим опять японцы. Штрафной дальний удар. За пределами добивания. 2-0. Да, дорогие друзья. Все-таки мы видим разницу в мастерстве. И... Этот второй мяч пришел не на ровном месте. Рико. Ямахо. Ну... Оправданное. Да, хорошая комбинация мы видим. Подсели наши ребята к своим воротам. Да, и... Здесь, как мы видим, оффсайда не было. И... Абсолютно по правилам. Забил 29-й номер. Сборной команды Японии. Рико Ямахо. Да, не выглядели за ним в этом эпизоде. Слишком, да. К своим воротам подсели наши футболисты. Не было прессинга. Дали спокойно пробить. И вратарь не справился с этим ударом. После отскока поймал нападающий. Ну, удары достаточно сильные был тут фиксировать. Да, ну, дали пробить, конечно. Прицелился, пробил. Никто не мешал. Ну, что ж, надеемся, что наша команда проснется и попытается навязать свой футбол. Ну, наша команда не спит, мне кажется, да. Они пытаются, они играют в футбол, который они умеют играть. Другое дело, что японцы просто лучше играют в футбол. Именно в футбол, да. Не просто. Здорово разыгрывают, конечно же. Ну, сами все прекрасно видите. Это действительно очень высокий уровень мастерства. Здесь не точная передача на набегающего защитника. И вот надо открываться сейчас. На фланге кому-нибудь нет. А прессин какой, да, активный. На нашей половине поля. Перехват. И опять, конечно, передача. И выходит вратарь. Отводит угрозу от своих ворот. Да, прекрасно видит вратарь. Отсчитает атаку. И, как мы видим, к этому моменту очень уверенно он действует. Здорово играет на выходах. Японцы вновь идут вперед. Опять-таки, левым флангом. Саакаши Токейго ищет варианты. Ох ты, вот это, да, конечно, очень здорово. Идет в обыгрыш. Потеря. И идет у нас Якутия вперед. Да, конечно же, было нарушение. Толчок в спину. Не спешат Японцы разыгрывать. Подходит к концу у нас 28-я минута. Да, и больше 10 минут вообще в первом тайме играть. По-прежнему, конечно, японцы у нас овладеют инициативой, овладеют мячом. Вот здорово тут открылся. Навес. отбились. Да, высокий Тойя Накамура поборолся здесь, но защитники справились. Вновь подключают вратаря японцы. Видим, что парень у парня ноги играют. Имеется в виду, как в мини-футболе вратарь постоянно получает мяч и делает первый пас. Вбрасывают японцы. И много владеют мячом, конечно же, наши гости уверенно очень контролируют мяч, пасовываются. Да, и если встреча закончится с таким или примерно с таким счетом, к чему пока идет все, то наша команда может остаться без медали. Действительно. Удар! На вынос играют наши защитники. Но потеря передача сейчас на левый фланг. Чуть-чуть. к ней получилось, чем надо. И вот какая передача, да, сейчас. Видим, как активные японцы в прессинге. За половину команды сейчас расположилась в штрафной республике Саха-Якутия команда. Здорово! И под удар справился Даниэль. Браво! Хороший был, да. Да, прицельный точно в нижний угол. И ждем, как комбинировали, да, просто возят, скажем, в штрафной площади. Здорово тут, конечно, оставлял под удар японский футболист. разыграли японцы. Не успел. Очень хорошее видение поля у команды наших гостей. Видели мы прекрасно пухнем первый гол. Длинная передача из глубины. Дальше но по минимуму используют японцы вот такие длинные передачи. Предпочитают они не поднимать мяч. Да, играет низом, комбинирует быстрые передачи, минимум касаний и чем все это симпатично выглядит действительно. Действительно лучший футбол, который демонстрирует здесь на наших соревнованиях. Ребятам 16 и менее лет, да? И какой уровень игры показывают. Дальше хорошую команду действительно Япония представила на наших играх за что им конечно большое спасибо нашим ребятам есть куда расти действительно Мы посмотрят тренеры тоже должны сделать выводы как надвигать ну конечно систему систему подготовки игроков в любом случае нам очень приятно что действительно приезжают такие сильные команды выступают на наших играх радуют болельщиков и зрителей своим мастерством своим футболом и вот видим широко играют японцы используют они как левый фланг так правый фланг и видим что посередине тоже они могут и умеют атаковать ну а сейчас с мячом Якутия то не думают успокаиваться да японские футболисты мне кажется от них этого требует и требует и тренер да чтобы играли в атаке играли в свой футбол не сохраняли счет там не тянули время здорово играет ну а тут что-то может получиться подстраховали своего голкипера да вот этим всем тактическим хитростям да вот с затяжкой времени сохранением счета всегда можно научиться и в более старшем возрасте да а вот игру в атаке да вот это надо действительно уже с самого детства доставить умение играть в пас умение рисковать